Хотите узнать, какие реальные события описаны в знаменитом стихотворении Самуила Яковлевича Маршака «Рассказ о неизвестном герое»? Это произведение достойно того, чтобы и дети, и взрослые перечитали его ещё раз, потому что подвиг был на самом деле. Это случилось 12 июля 1936 года. В Москве тогда стояла 30-градусная жара. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже дома номер 20 по Рождественскому бульвару. После взрыва керосинки огонь охватил комнату, отрезав путь к отступлению молодой женщине, которая гладила бельё. Из окна валил густой чёрный дым. Женщина вскочила на подоконник и звала на помощь. Два гражданина пробовали взобраться по водосточной трубе, но не смогли. В этот момент рядом с домом проходил молодой парень. Спасать на самом деле пришлось не маленькую девочку, как описано в стихах, а 24-летнюю женщину. И это делало задачу нашего героя более сложной. Он вспоминает. По трубе взбираться было нетрудно. Тяжело пришлось мне, когда влезал на карниз, мешал горячий дым из окна. Когда увидел испуганную женщину, прежде всего успокоил её и стал придерживать одной рукой. А другой держался за кирпичи в стене. Разбив окно соседней квартиры, я опустил её в комнату, а затем сам туда пробрался. Нашли героя уже на следующий день. Им оказался 27-летний студент Василий Михайлович Бурацкий. Он родился в станице Луковской Моздокского района. После службы в армии в 1936 году Василий поступил на рабфак в Москве. В полдень 12 июля Бурацкий спешил на учёбу. Он потому и убежал сразу, что не хотел пропускать занятия в парашютной секции ОСОАВИАХИМА. Однако на следующий день решил навестить спасённую им молодую женщину. В газете «Правда» об этом событии вышло сразу две заметки. Первая от 13 июля посвящена подвигу неизвестного героя. Во второй от 14 июля уже напечатали портрет Василия Михайловича Бурацкого и интервью с ним. Медали за отвагу на пожаре. Медали за отвагу на пожаре тогда ещё не существовало. И Василию Михайловичу вручили именные часы. Вот эти-то часы и спасли Василию жизнь в декабре 1941 года, когда пуля застряла в металлическом корпусе часов, лежащих в левом нагрудном кармане воина. Но это произойдёт позднее. А в октябре 1937 года Самуил Яковлевич Маршак в газете «Правда» опубликовал своё стихотворение «Рассказ о неизвестном герое», которому в 2022 году исполняется 85 лет со дня выхода из печати. Самуил Яковлевич Маршак. Рассказ о неизвестном герое. Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то, лет 20, среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нём ничего. Многие парни плечистые и крепкие, многие носят футболки и кепки, много в столице таких же значков. Каждый к труду обороне готов. Кто же, откуда и что он за птица? Парень, которого ищет столица, что натворил он и в чём виноват? Вот что в народе о нём говорят. Ехал один гражданин по Москве. Белая кепка на голове. Ехал весной на площадке трамвая, что-то под грохот колёс напевая. Вдруг он увидел. Напротив окне мечется кто-то в дыму и огне. Много столпилось людей на панели. Люди в тревоге под крышу смотрели. Там из-за окошка сквозь огненный дым руки ребёнок протягивал к ним. Даром, минуты одной не теряя, бросился парень с площадки трамвая. Автомобилю наперерез и по трубе водосточный полез. Третий этаж, и четвёртый, и пятый, вот и последний пожаром объятый. Чёрного дыма висит пелена, рвётся наружу оконь из окна. Надо ещё подтянуться немножко. Парень слабее дополз до окошка. Встал, задыхаясь в дыму, на карниз. Девочку взял и спускается вниз. Вот ухватился рукой за колонну, вот по карнизу шагнул он к балкону. Еле стоит на карнизе нога, а до балкона четыре шага. Видели люди, смотревшие снизу, как осторожно он шёл по карнизу. Вот он прошёл половину пути. Надо ещё половину пройти. Шаг. Остановка. Другой. Остановка. Вот до балкона добрался он ловко. Через железный барьер перелез, двери открыл и в квартире исчез. С дымом мешается облако пыли. Мчатся пожарные автомобили. Щёлкают звонко, тревожно свистят. Медные каски рядами блестят. Миг. И рассыпались медные каски. Лестницы выросли быстро, как в сказке. Люди в брезенте один за другим лезут по лестницам в пламя и дым. Пламя сменяется чадом угарным. Гонит насос в водяную струю. Женщина, плача, подходит к пожарным. Девочку! Дочку! Спасите мою! Нет, отвечают пожарные дружно. Девочка в здании не обнаружена. Все этажи мы сейчас обошли, но никого до сих пор не нашли. Вдруг из ворот обгоревшего дома вышел один гражданин незнакомый. Рыжий от ржавчины, весь в синяках. Девочку крепко держал он в руках. Дочка заплакала, мать обнимая. Парень скачал на подножку трамвая, тенью мелькнул за вагонным стеклом, кепкой махнул и пропал за углом. Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографа в нашей столице, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то, лет двадцати, среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Многие парни плечистые и крепкие, многие носят футболки и кепки, много в столице таких же значков. К славному подвигу каждый готов. Субтитры создавал DimaTorzok